Снег сошел и настала пора заняться дорогами, а точнее приведением полотна в надлежащее состояние. Работы уже начались, но для увеличения объемов необходима сухая и теплая погода. Пока что бригады могут залатать не более 100 квадратных метров в сутки. Дорожники не только ждут летнего солнца, но и планируют приобрести новую технику. В настоящее время с обл. водоканалом ведется совместная закупка техники. В городе Ульяновске будет 18 единиц техники. Приобретаться это самосвалы, погрузчики, пылесосы тротуарные. На конструктивный разговор с начальником дорожного хозяйства и осмотр свежских путей сообщений приехал Сергей Морозов. Улицы очищают от дорожного смета и оставшегося снега, а на некоторых участках проводится ямочный ремонт. С темы качества асфальта перешли к обсуждению проекта «Зеленая волна». Так называется автоматическая система регулирования светофоров. С ее помощью разгружается транспортный поток, и водители имеют возможность попадать в так называемый «зеленый коридор». Именно не по случайности, а регулярно, благодаря специальным настройкам. «Озеленением перекрестков» займется компания «Ростелеком». Определены места установки оборудования и установлено оборудование. Это интеллектуальные дорожные контрольные синтезы, которые позволяют в режиме реального времени с помощью канала связи наблюдать за автомобилем на каждом светофорном объекте, на каждом перекрестке и управлять ими в режиме реального времени, как же онлайн. Систему установили на Демитровградском шоссе рядом с Майской горой. В Засвиярском районе только начинается перерождение светофоров. Пока что инженеры компании связи занимаются расчетами и адаптацией программы под каждый перекресток города. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.